Когда она только начала тренироваться, тяжелая атлетика, она же начинала и с силового тренирования. Да, можно поподробнее? По пауэрлифтингу она, да. Когда я смотрю свои старые видео, я понимаю, что я еще так оряга была. По-другому я не могу себя натовать. Желаю тебе, чтобы ты восстановился, как ты вот в каждом мне нравится интервью рассказываешь о том, что какой в тебе азарт, запал существует, как ты любишь тяжелую атлетику. У меня первый тренер ОИИ, и она же действующая тоже сейчас является Карпенко Светлана Александровна, потом Хабирова Светлана, также очень внесла в большую свою лепту именно в становление как спортсмена, потому что все-таки она и чемпионка мира, и заслуженная. Кстати, вот сейчас зашел разговор про Хабирова, и я вспомнил очень много фотографий совместных с Рузой. Вот не хочется опять вернуться на сборы в Рузы, чтобы там как бы вам вдвоем поехать туда. Ну, ты как тренер, ты же все равно должен будешь присутствовать. Ну, хорошо, вот к ним вопрос. Нет такого желания вот вернуться как бы к профессионалам. Ну, вы тоже профессионал, я веду вот в профессиональный такой круг. Да, я тебя понимаю. И как бы улучшить свою подготовку чем-то, там, режимом, восстановлением, еще каким-то мероприятием. На момент этого не хватает, именно режима восстановления. Может, на один сбор еще бы я поехала, но не больше, больше не хочу. А что, ну, гнетет психологически там вот, замкнутость не нравится? Ничего не гнетет. Ну, просто вот желание такое, да? Ну, да, он рассказывал, да, да, да. Для меня это важно, вот это все, что было, там, тураж этот, как бы. Процесс вот этот. Да, ну, хотя я много раз и готовился сам один в зале, без никого. То есть такое тоже было, и, в принципе, я набирал хорошую форму. Просто, когда все делают одно и то же, и все стремятся поднимать, естественно, ты сам это желаешь. Для этого и делаются сборы, чтобы создать спортсмену идеальные условия, тепличные условия. Потому что, когда ты приходишь в тренировки, и тебе что там готовить надо, ты это устаешь. Да, вот, кстати, хотел сейчас поговорить на эту тему. Кстати, когда я вот перестал активно так сидеть на сборах, когда ты здесь привык к этому, а в постоянном образе жизни, то есть зал, столовая, зал, столовая, гостиница, и к этому очень привыкаешь. Очень это расслабляешь. Очень расслабляешь. Ну, обленивает в каком-то степени на какие-то процессы житейские. Да, то есть ты уже думаешь, что тебе там что-то готовить надо. Убрать надо, да? На сборах же кто-то убирает же, правильно? Да, да. Ну, в принципе, это и понятно, что ты не должен ни о чем думать, кроме как ты тренируешься. Вот, кстати, хотел затронуть вашу такую бытовую жизнь. Я из разговоров с другими, скажем так, спортивными парами знаю такое мнение. Допустим, два действующих спортсмена. Один едет на сборы, а другой как бы не дотянул, его на сборы не вызвали. И вот, ну, не то что ревность, а вот какое-то такое соперничество возникает в кругу их как бы семейном. А вот у вас, у вас, я понятное дело, сейчас соперничества нет. Но я имею в виду, у вас вот как бы создана не просто семья, у вас как бы тандем, да? Вы дополняете друг друга? Или все-таки какие-то разногласия, допустим, ты на нее лишний раз прикрежнула на тренировке, она взяла, обиделась, не приготовила котлеты вечером, например. Ну, я имею в виду в том смысле, что психанул, там, все, отстань. И это все распространилось вплоть до вечера. И вечер тоже отстань. Я смотрю телевизор, ты сам в себе. На тренировках мы бывает с ним, как-то что-нибудь подзорить можем? То есть адекватно реагируете, да? Тренировка, тренировка, пришли домой, вы муж и жена, да? А что касается сборов, даже когда уже активно разъезжали по сборам, я всегда в основном всю свою карьеру просидел на базе Чехов, там, да? Я был тут, ну, скажем, сам судье хозяйственного. И мне, в принципе, нравились эти условия, потому что здесь, у меня вот еще Иван Акинч, когда мы с ним начали работать, он мне сказал, «Максим, я такой тренер, что я не буду тебя заставлять делать разминку, чтобы ты приходил во время на тренировки, ты сам профессионал, ты сам знаешь, что чего тебе это надо». И у меня всегда был именно такой подход. То есть я здесь жил, я сам себя контролировал, у меня здесь, в принципе, всегда был режим. И, в принципе, мне этого хватало. Лена, она в основном сидела на акциональных сборах в форме России. Так что, в принципе, я только радовался, если она куда-то попадала там. Но, для примера, когда она только начала тренироваться, тяжелоатлетика, она же начинала и с силового трейдера. Да, можно поподробнее? По пауэрлифтингу она, да. И чтобы она именно рассказала, а то один Максим только рассказывал. Тот момент, когда она начала заниматься штангой, я тогда уже лет двадцать, я тогда уже был, в принципе, мастером, уже в ходе международника поднимал, где-то в России вообще играл. Если бы в тот момент мне сказали, что она выйдет на уровень, в принципе, европейский уровень, если бы она будет выступать на чемпионате Европы, я бы не поверил в это никогда. То есть, это в чем прослеживалось? Ну, я все-таки считал, что это такой уровень прям запредельный. То есть, у меня, в принципе, тогда не думал, что все-таки женская конкуренция, она маленькая, ну, слабее, как ни крути. Ни в коем случае не хочу, там, принизить чьи-то заслуги, но все-таки… Ну, она есть. Конкуренция на женском уровне, на мировом, на европейском, она все-таки, особенно на российском, она слабее. И все-таки туда попасть в состав, что по девушкам, что по юниоркам, ну, и что-то… Ну, если оно строит трудов? Конечно, стоит. Я здесь не спорю. Все-таки у парней конкуренция и парней занимается больше. И тогда я все-таки измерял это вот с точки засорения ребят, как бы. Потому что я… Ну, сравнил как бы с собой, да? Я все мерил на себя, что как мне там, чтобы попасть на сборы, там, кто там работал. И тут раз, она тут… раз, 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 там, раз… И ты Светлана Хатт на меня взяла. Ну, может быть, увидела? Да. Кто-то вот видит какой-то потенциал, какие-то вот движения такие вот. Ко мне вот приходят, например, дети, один… ну, коряво поднимает, а другой… Ему только скажи, подними рывок, он раз, берет и поднимает. И сит хороший, и включение хорошее. Да, да. Так же, может быть, по ней она увидела? Она, занимаясь пауэрлифтингом, еще не успела, так сказать, затвердеть… Обрастим массы… Да, скованы эти движения очень. И, в принципе, она сама по себе такой… человек такой… мягкий, эластичный, как спортсмен. В тяжелоатлетике это ценится очень. Пауэрлифтинг, но у нее не сказалось прям такое отрицательное влияние. Ну, еще сыграло то, что она успела рано оттуда уйти. То есть она позанималась… А на каком этапе, на каком уровне? Мастер спорта она… Я два года занималась пауэрлифтингом. А, два года. Да. Нормально. Ну, через год занятий я уже выполнила мастера спорта. Потом еще год позанималась. Что ты там… Это во сколько лет было? Это мне было 16 лет, и я перешла в тяжелый. Ну, она поздно начала… А до четырнадцати лет? До четырнадцати лет… Никакого спорта, да? Спорта не было, я занималась танцами. Ну, все равно хореография, она там развивает определенные качества. И растягивались там… ну, как… Да, да, да. И вот раз мы перешли на тебя, вот можно просто… Интервью получается такое чисто мужское. Максим только и рассказывает… Он любит. Ну, как тренер, как главный, может быть, как… В семье главный… Вот… С твоей позиции там… Про себя вот, может, ты… Рассказать, как ты вот пришла в спорт? Что… Не просто же так тебе Светлана сказала, пойдем со мной, у нас здесь хорошо… Что-то тебе… Что-то тебе… Случайно я попала туда с подружками, как… Пришла заниматься. И в итоге я одна осталась у всех, кто там пришел. У нас пол-класса занималась. Мальчики, девочки… Я одна осталась, решила уже в тяжелой атлетике податься, потому что я не хотела… Мне уже надоело терпеть форму бинты, модные, комбеты, бесконечные синяки. Вот, решили с тренером попробовать тяжелоты. Ну, как-то потихоньку, потихоньку… И какие вот… Первая такая вот реакция на тяжелоатлетические упражнения после пару лифтингов? Вот просто интересно. То ты ложишься и жмешь, или там тебя, как робота, забинтовали всего, ты еле села и встала, и все, и все движение. А тут надо как-то взорваться, там, махануть… Сейчас мне уже кажется, что у меня сразу все получалось. Вот, когда я смотрю свои старые видео, я понимал, что я еще такая ряга была. По-другому я не могу себя натовать. Поэтому Максим удивлялся, да? Как такая может стать европейского уровня? Ну и да, если мне вот тогда сказали, что она выйдет, я бы лучше не верил. Да, в меня никто не верил. Вот тут все в зале, там, много тренеров у нас было. Одна Светлана Александровна, мой первый тренер, она все время, ну, со мной там нянчилась, она меня с собой тащит, чтобы я с ней там тренировалась вместе. Вот тащила меня постоянно. И так потихоньку мы выполнили с ней мастера, по-моему, в 2008-м, через два года я уже была мастером спорта по тяжелой атлетике. Ну как, два года пару лифтинг мастер, и тяжелая атлетика два года. Стали выезжать вот на юниорские России, на кубки потихоньку. Потом Хабира Светлана, она тоже у нас в округе, проходили соревнования, я там помню еще порвала первый раз 70 килограмм, и она меня потом взяла на сборы тоже. В Сочи, потом в Розе. И так вот я стала тоже очень часто жить в Розе три года. Ну, с одного сбора на другой, да, практически? Да. В плане тренировок твое мнение можно узнать. Сильно устаешь? Нет. Как Максим, может быть, дотошничай. Может, сейчас на камеру есть возможность, так лично ему не скажешь, а так на камеру сейчас вот выскажешь, он примет к сведению. Очень хорошо тренировки проходят. Естественно, что в начале, после отдыха, я вот, допустим, сейчас после чемпионата России я очень долго отдыхала, четыре месяца. И 1 октября вдруг решила готовиться на кубок. Конечно, мне тяжело. Ну, как и всем. А вот со спортивной точки зрения отдыхала, просто у многих это слышишь, отдыхала? Это что имеется в виду? Отдыхала от чего? От нагрузок? Да, от нагрузок. Или просто от тяжелоатлетики? Ты не бывала в зале четыре месяца? Нет, я выполняла упражнения так. Захотела, пришла, сделала рывок. Захотела, побегала на дорогу. Под настроение и с небольшими весами, да? У меня не было, да. А потом я думаю, подготовлюсь на кубок, время еще вроде есть. И вот готовитесь, да? Да. А вот, кстати, тоже хотел узнать, ну, в любом случае, тем более уже через две недели, как вы говорите, осталось, я просто не почитывал, до соревнований, наверняка же дальнейшие планы какие-то существуют. Что дальше вы будете? Ждать до осени следующих соревнований или вот? Есть планы, но мы пока не будем. Хорошо. Может быть, проекты у вас какие-то назревают совместные. Можете проафишировать. Правда, у меня не столько много подписчиков, что прям вся Россия вы услышала. Ну, проекты, я имею в виду, может быть, совместные какие-то там, я не знаю, там, проведение соревнований, там, может быть, видео какие-то проекты. Планируете что-то? Есть пока только это в проектах. Например, там, я не знаю, начальная подготовка спортсмена, там, снимать комплекс видео. Ну, прям начального такого. Ну, я, к примеру, просто говорю, я в плане проекта пытаюсь вас разговаривать, чтобы вы рассказали какие-то… Ну, вы же не просто вот живете там, все, только февраль, только кубок, да, и только зал, и все, больше мы ни о чем не думаем. Это сейчас не главное, эти соревнования. Каждый же человек ставит же какие-то цели, он чем-то живет. Да, цели есть, конечно. Хорошо, не хотите озвучивать, хорошо. Ну, тогда, ну что, пожелаю вам, тебе, Максим, восстановиться. Я надеюсь, мы все равно же время обретов времени встречаемся. Тем более, в марте будут проходить соревнования в старшевозрастных группах, в «Салют Гераклионе». Ты участвуешь? Нет. Нет. Ты, наверное, даже по возрасту еще не проходишь сколько-то лет. Ну, там же есть сейчас нулевая группа. Да, 30 лет старше. Я когда, кстати, услышал о ней, я возмущался. Я говорю, что это такое, 30 лет, какие ветераны, люди Олимпиады выигрывают. Нет, нет. Ну, пожалуйста. Ну, правильно, до 37 лет выиграли, и что ж теперь, 40 лет надо это делать? В этом году у меня 31 лет. Ну, я, знаешь, это как Дима Бережцев давно взявали, он сказал, это надо сосреди. Да, согласен. Когда ты выступал по мужикам и тут ветераны, это надо, я не знаю, прям для этого быть. Тем более ты не так силен, как, скажем, раньше, это ты рассуждаешь со своей позиции как бы своего здорового Максима Миронова. Да, вот знаешь, вот даже ты, когда я твои видео смотрю, ты видео часто говоришь, вот установил личный рекорд. Ну, я так понимаю. Да, да, тренировочный, да. Ну, допустим, да, какой-нибудь, да. Я вот не понимаю, ты же там мастер спорта, то есть ты понимал, да, то есть там у тебя там был какой-то лучший результат. Да, был. Сколько там у тебя работ было? 10-40, 60-20. 10-40, то есть при любом раскладе меньше 110 уже не то. Ну, да, ну. И я не понимаю, как вот, если я буду даже поднимать, если вот я рвал 180, да, и меньше 180 уже все, это какой-то личный рекорд. Ну, отвечу, отвечу тебе, думаю, другим будет интересно, смотря это видео и заодно послушав мой такой рассказ. Да. Я раньше в своих видео говорил, что это тренировочный рекорд сезона, но потом мне надоело. Я сократил, убрал сезон, а потом… Да, да, я кто пропустил видео. Почему ты это говорил? Ну, я просто стал убирать эти лишние слова, потом просто очередной рекорд стал называть. Но всегда в тренировке, в тренировочном процессе существует какой-то, ну, прогресс. Вот как говорит Елена, да, она 4 месяца отдыхала, она начинает, ну пусть не с нулевого уровня, а с какого-то определенного. Но тот первоначальный уровень, он в любом случае ниже ее лучших результатов предыдущего сезона. И когда она, например, набирает форму, у нее, например, был рывок на тренировке, там, 70 килограмм, 75. И тут вдруг она чувствует прилив энергии, силы, вы хорошо подвелись к тренировке, восстановились, и предлагает тебе, Максим, давай порвем 76-77. И листает свой, как правило, обратную сторону дневника, переворачивает, и там написано, действительно, рывок там полугодичной давности был 75. Все, завелась, собралась, Максим вовремя включил свое GoPro, и все, сняли на видео, разместили в Инстаграме, и она там и говорит, что это мой рекорд сезона. Я лично этого пойму с той позиции, которую я сейчас объяснил, и оценю это по достоинству. К сожалению, когда, вот у меня спортивная карьера складывалась не очень гладко, я бросал, начинал, бросал. Я мастера спорта выполнил там в районе 30 лет, хотя, да, хотя к мастеру подходило в 20, но вот эти вот перерывы, они не давали мне это сделать, и последнее мое возвращение в спорт было в 27 лет, где я выполнил и мастера спорта, и поступил в Институт физкультуры, и поднимал до 34 лет. И я вот думал, а тогда ветераны были 35, и я такой смотрю протокол ветеранов, и думаю, вот годик осталось, да я со своими 10-40, да я там всех порву, я поеду на мировые соревнования. Поехал. Говорю, объясняю, вот, кстати, вот по поводу твоего участия, вы так посмеялись. Я объясняю, у меня всю жизнь, мою карьеру болели кисти, ну потому что я всю карьеру гонял вес, возможно это сказалось на суставах, и мне это надоело до такой степени вот эти боли, пить обезболивающие, что я просто плюнул, сказал, либо лечите меня, ну тренеру старшему сказал, сборной области, сказал, либо лечите, либо я завязываю. И в итоге, никому это дело, как вы прекрасно знаете, не нужно, кроме тебе самому, я плюнул и завязал. И потом, когда через, а тренер, там через 4-5 лет такой, Саш, ну вот золотые купола, давай съездим, поднимешь, там ветераны, там, ну атмосфера. И в итоге я на дни поехал ветеранские, год прошел, он мне, поехали, я две тренировки сделал, опять поехал. То есть у меня несколько лет были вот такие, да, просто поехал на соревнования, и немножко загорелся ветеранским вот этим выступлением. И я решил вернуться в тяжелую атлетику ветеранскую. И я тоже думал, я сейчас восстановлюсь, 100 килограмм вырву легко, 130 тоже легко толкну, и тут заболело, тяжело восстанавливаюсь. И когда я уже влился опять в это движение, стал ездить на соревнования, я понял, что не так просто, не так просто вернуться, не так просто участвовать. Поэтому неизвестно еще сколько ты времени будешь восстанавливать. Но в любом случае у нас ветераны выступают и свыше 85 лет, да, открыт эти категории. То есть ты в любом случае будешь участвовать, но поверь мне, когда ты восстановишься, тебе будет не так просто там участвовать. Участвовать. Если даже я буду выступать, все-таки те килограммы, что я поднимал, они будут у меня в голове. И вот это тяжело, это в голове будет как-то ложиться, я там буду поднимать меньшее. У меня первый тренер активно выступал по ветерану, чемпионом всемирных игр он был. Я все это видел, все детство мое. Я, в общем, раньше не понимал разницы, естественно, он когда едет там на чемпионат мира, я думал, это чемпионат мира. То есть я разницы не понимал тогда по мужикам, по ветеранам, какая разница. Это потом уже понимать начал. Но, естественно, теперь-то я понимаю его энтузиазм, потому что он в молодости не реализовался как спортсмен. Тем более у него были возможности готовиться постоянно, какие-то сборы, ему все оплачивали. Естественно, а почему бы и нет. Ну, отлично. Ну, будем надеяться, что и у тебя останется тут запал, потому что ты, Елена, считай, можно сказать, вы профессионалы в тяжелоатлетике достигли. Ну, я считаю, все профессионалы, кто мастером спорта международного класса достигает, потому что мастером спорта, я считаю, может стать любой, но международникам это именно специфическая такая подготовка, которая, во-первых, дается не каждому и который может перенести не каждый. Поэтому со многими я разговаривал именно с профессиональными спортсменами, бывшими и настоящими, и вот спрашивал про их желание выступать в ветеранском движении таком, и они саркастически отзывались на это, потому что говорили, что вот как ты сейчас рассказываешь про свои килограммы, они говорили, вот я там чемпион Европы, такого достигал, нафига мне там ехать в какую-то там, ну, грубо говоря, бугульму, поднимать там 100 килограмм, мне это, говорит, уже неинтересно. Вот желаю тебе, чтобы ты восстановился, как ты вот в каждом, мне нравится интервью, рассказываешь о том, что какой в тебе азарт, запал существует, как ты любишь тяжелую атлетику, возможно, что ты будешь таким же энергичным, как Дмитрий Берестов, продолжишь свои блогерские съемки и будешь также радовать нас, заводить молодежь, чтобы также увлекалась тяжелоатлетикой, и Елене желаю покорения новых вершин, рекордов в личных результатах, чтобы не то, что заметили, естественно, заметили, если ты будешь поднимать высокие результаты, чтобы отбиралась на мир, Европу и побеждала всех. Спасибо, спасибо. Спасибо.